МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жуткое наводнение в Новой Зеландии. Вода смывает города и деревни. На встречу с премьер-министрами восточных федеральных земель Ангела Меркель прибывает как волшебник из песни на вертолете. Правда, не голубом, а синим. На земле ее поджидают пресса и местные жители. Местом для встречи выбрали дворец, расположенный в парке Мускау, в крупнейшем в Центральной Европе ландшафтном парке. Но прекрасные пейзажи и интерьеры не могут уменьшить серьезность мероприятия. С представителями восточных земель Меркель будет говорить о финансах. Программа их дотации скоро истечет. Начать, впрочем, решили не с внутренних, а с международных проблем. Меркель возмущена тем, что Россия заблокировала резолюцию ООН по Сирии. Это была варварская атака. Использование химического оружия – военное преступление. Многие признаки указывают на то, что ее устроил режим Башара Асада. Просто позор, что до сих пор нет существующей резолюции Совбеза ООН. Те, кто помешал ее принять, должны осознавать свою ответственность. Напомним, заседание Совета безопасности ООН, на котором рассматривали этот вопрос, совершилось безрезультатно. Голосование по резолюции не состоялось из-за сопротивления российской стороны. Предполагаемая химическая атака произошла в Сирии во вторник. Погибли более ста человек, в том числе десятки детей. Сотни пострадали. Симптомы жертв соответствуют последствиям поражения нейротоксином. По словам сирийской оппозиции, химическая атака произведена или армией Асада, или российской авиацией. Министерство обороны России заявляет, что сирийская авиация нанесла удар по складу химических боеприпасов, принадлежащему боевикам. Родные и друзья простились в четверг с Ириной Медянцевой. Она погибла от взрыва в вагоне поезда метро на перегоне между станциями Сенная площадь и Технологический институт. Ирина ехала вместе с дочерью, которую накрыла собственным телом и спасла от осколков. Женщина скончалась в карете скорой помощи. Ее дочь Алена находится в больнице. По словам врачей, ее состояние стабильно. У Ирины остались муж и две дочери. Она была школьной учительницей и увлекалась созданием авторских кукол. По словам знавших ее людей, Ирина была интересным и любящим жизнь человеком. Бомбой, по мнению правоохранительных органов, был убит и предполагаемый подрывник. Как сообщил Следственный комитет, по подозрению в причастности к нападению задержаны 8 человек. Десятки тысяч людей собрались на Манежной площади в Москве в четверг на акцию «Питер, мы с тобой» в память о погибших от взрывов метро 3 апреля. Она началась с минуты молчания, перед которой собравшихся попросили опустить флаги. Траурный митинг прошел во Владивостоке. В нем приняли участие две тысячи человек. В Санкт-Петербурге акция памяти была организована у станции «Технологический институт». Как написала в четверг Фонтанка, первыми медиками, пришедшими на помощь раненым, стали фельдшеры электродепо Выборгская, Маргарита Михайлова и Анастасия Колупаева. До приезда скорой помощи они останавливали кровь и накладывали шины, а также следили за тем, чтобы добровольные помощники не пытались извлечь металлические предметы из ран. Жители многоэтажки на окраине Санкт-Петербурга сообщили в полицию о взрыве. Люди услышали громкий хлопок и решили, чтобы в их доме как минимум взорвался газ, а как максимум кто-то совершил теракт. Однако приехавшие на место происшествия полицейские и спасатели увидели, что никакого взрыва нет. Со стены здания рухнула облицовочная плита. Обломки повредили припаркованный внизу автомобиль. Никто не пострадал. Настоящая спецоперация развернулась сегодня утром в другой многоэтажке в этом же районе. Полиция взяла штурмом квартиру, в которой жили приезжие из Средней Азии. Троих мужчин задержали. В квартире нашли бомбу. Жильцов дома эвакуировали. Несколько часов они провели в расположенном поблизости детском саду. После этого людям позволили вернуться. Российские СМИ со ссылкой на источники в полиции сообщили, что задержанные мужчины – пособники Акбарджона Джалилова. Его следователи считают виновным в церакте, случившемся в Санкт-Петербурге в понедельник. Тогда, напомним, в поезде метро взорвалась бомба. Погибли 14 человек, в том числе и сам террорист. Около 50 человек получили ранения. Суд в Дюссельдорфе вынес приговор исламистам. 23-летний Тарик С. проведет за решеткой 5 лет. Следствие выяснило, что через несколько лет после окончания школы, Тарик, следом за своим лучшим другом Себастьяном, решил отправиться на восток, боевать за ИГИЛ. Обвинению удалось убедить суд, что подсудимый с ноября 2013 по март 2016 провел время в Сирии и Ираке. Там он присоединился к террористической группировке «Исламское государство» и воевал на стороне исламистов. По данным следствия, Тарик С. несколько месяцев провел в тренировочных лагерях исламистов, а после этого охранял важные для них объекты. Кроме того, он снялся в нескольких агитационных роликах так называемого «Исламского государства». В них его называли немцем по имени Усама. Тарик позировал в этих роликах с автоматом и призывал исламистов устраивать нападения и теракты на территории Германии. Прокуроры хотели, чтобы за решеткой Тарик провел 10 лет. Но подсудимый признал свою вину и поэтому отправится в тюрьму на вдвое меньший срок. Четверо полицейских избили мужчину из-за отказа потушить сигарету. Случилось это еще в феврале, но скандал вызвало только сейчас, когда видеоизбиение попало в интернет. Эти кадры были сняты на месте аварии на Вилебрандштрассе еще 19 февраля. На них видно, как один из полицейских бьет мужчину дубинкой по пятой точке, а другой несколько раз ударяет его по голове. Комментируя видео, представитель прокуратуры заявил, что оно, цитата, «лишило всех смотревших дара речи». Конец цитаты. Полицейские утверждают, что задержанный оказал сопротивление, а стражи порядка всего лишь защищались. Согласно их отчету, от 19 февраля 35-летний мужчина напал на сотрудника полиции. Тот упал и ударился головой об асфальт. Силовику даже якобы пришлось обратиться к медикам. В этом же документе указано, что в отношении задержанного начали расследование из-за сопротивления сотруднику полиции. После публикации видеозаписи избиения в интернете прокуратура Штутгарта начала расследование. Двоих полицейских временно отстранили от работы. Немецкая молодежь рада беженцам, принимаемым в Германии. Согласно докладу, опубликованному накануне, поколение немцев в возрасте от 18 до 34 лет – самое дружественное по отношению к беженцам среди европейской молодежи. Так, на вопрос, согласны ли вы с тем, что мигранты обогащают культурное разнообразие вашей страны, 80% молодых немцев ответили утвердительно. Это самый высокий показатель среди европейских стран, участвовавших в опросе. Не сильно отстали испанцы и люксембуржцы. Так, на этот же вопрос утвердительно ответили 78% жителей Испании и 76% Люксембурга. Интересно, что лишь 13% молодых немцев и 11% испанцев назвали проблему иммиграции среди тройки беспокоящих их насущных проблем. Германия, напомним, приняла рекордное количество беженцев за последние два года. В то же время молодые люди Чехии значительно больше немцев обеспокоены миграционным кризисом. 30% опрошенных чехов считают это серьезной проблемой. Похожая ситуация в Австрии и Швейцарии. Там беспокоятся из-за иммиграции 29% молодых австрийцев и 26% швейцарцев. А с утверждением, что во времена возможного финансового кризиса и безработицы рабочие места должны предоставляться в первую очередь гражданам принимающей страны, согласился лишь каждый четвертый немец. Среди чешских и австрийских респондентов таких было больше половины. Отличились молодые немцы и в вопросе доверия политикам. Так, менее четверти опрошенных германцев сказали, что не доверяют людям при власти. В то время как в среднем по Европе этот показатель 45%. В исследовании принимали участие 200 тысяч молодых людей из 11 стран Европы. В Германии острая нехватка кадров. Не хватает желающих учиться на аузбильдинг. Это обучение на производстве. Оно котируется ниже, чем университетское и является аналогом российских колледжей и ПТУ. Это негативно сказывается на компаниях. Им все сложнее найти стажеров. Если вкратце резюмировать ситуацию, то есть отличная возможность для молодых людей, которые ищут место для аузбильдинг, и сложная ситуация для предприятий, которые ищут стажеров. На сотни учеников приходится более 104 предложений. Федеральный министр образования агитирует немцев учиться на аузбильдинг и подчеркивает, что это могут делать не только студенты, но и школьники. Профессиональное обучение – это отличная возможность. И мы должны работать больше, чтобы рассказать об этом населению. Ведь бывали времена, когда на аузбильдинг учились выпускники средней школы. Согласно статистике, количество желающих обучаться на производстве в этом году такое же, как и в прошлом. В Германии подписали 520 300 соответствующих учебных контрактов. Министры стран «Большой двадцатки» собрались в Дюссельдорфе. Они обсуждают перспективы цифровой экономики. На повестке дня – электронная торговля, подготовка кадров для этой новой экономической сферы и цифровизация финансов. Открывая мероприятие, федеральный министр экономики Бригитта Циприс говорила об опасности протекционизма. Я твердо убеждена, что миру нужна свободная торговля, в какой бы форме она ни происходила, в привычной нам или в новой цифровой. Протекционизм в любом случае не несет в себе ничего хорошего. Мы, страны «Большой двадцатки», должны двигаться вместе и создавать условия, при которых каждый может поучаствовать в глобальной торговле и получить выгоды. Это первая подобная встреча. Раньше министры стран «Большой двадцатки» встречались, чтобы обсудить общие тенденции развития экономики. А не ее цифровые аспекты. Германия претендует на роль лидера в развитии цифровой экономики. Для того, чтобы эта сфера успешно росла, правительство хочет обеспечить доступ в интернет всех граждан ФРГ. Мы хотим, чтобы до 2025 года интернет стал частью жизни всех граждан. Для этого нужны вложения в инфраструктуру. Проект будет стоить около 100 миллиардов евро. В одиночку государство не справится. Нам нужны инвестиции. Встреча в Дюссельдорфе продлится два дня. Участники надеются, что в дальнейшем будут регулярно встречаться для обсуждения проблем цифровой экономики. Украинцы будут ездить в Европу без виз. Европарламент принял резолюцию о введении с этой страной безвизового режима. За проголосовал 521 депутат. Против высказали 75. 36 человек воздержались. В Киеве это известие встретили вот так. Только что пришла новость. 521 голос в Европейском парламенте за безвизовый режим с Украиной. Я поздравляю Арсения Петровича. Я поздравляю Владимира Борисовича. Саулюс. Я поздравляю тебя. Юрий. Поздравляю всех, кто приложил для этого максимум усилий. Поздравляю тебя, украинский народ. Поздравляю тебя, Украина. Спасибо. Теперь документ должен утвердить Совет ЕС. После этого его опубликуют в официальной прессе. Через 20 дней после публикации безвизовый режим вступит в действие. Ожидают, что это случится в июне. Действие договора о либерализации визового режима будет распространяться на все страны ЕС, в том числе и на Германию. Исключение составят только Великобритания и Ирландия. Украинцы смогут проводить в Европе по 90 дней в течение каждого полугодия. Право на проживание, обучение и трудоустройство в странах ЕС безвизовый режим не даст. Украина и Евросоюз вели переговоры об введении безвизового режима с 2008 года. Напомним, в конце марта право путешествовать по Европе без виз получили граждане Грузии. 20-летний израильтянин погиб, еще один молодой человек получил переломы обеих ног в результате наезда автомобиля, которым управлял палестинец. Инцидент произошел в окрестностях еврейского поселения Офра на западном берегу реки Иордан. По вызову прибыли медики скорой помощи, рассказывает фельдшер Давид Дальфин. Мы приехали на место через две минуты и начали оказывать помощь пострадавшим. К сожалению, одного пришлось признать мертвым, второго увезли в больницу. Наезд был совершен на автобусной остановке. Военнослужащие израильской армии задержали водителя и передали его службу безопасности. На поврежденном автомобиле, как сообщается, были палестинские номера. Число израильтян, погибших в результате нападений палестинцев, теперь составило 39 человек. Волна насилия в отношении граждан еврейского государства с применением ножей, огнестрельного оружия и автомобилей началась в октябре 2015 года. За это же время израильские военные и полицейские убили свыше 200 палестинцев. Большинство из них было застрелено на месте нападения. Тысячи жителей северного острова Новой Зеландии вынуждены были покинуть свои дома. Регион охвачен наводнениями, вызванными сильнейшими ливнями. Это последствия тропического циклона Дебби, ставшего причиной многочисленных разрушений в Австралии и унесшего жизни шести человек. Из-за обильных осадков вышла из берегов река Рангитаки в районе Бэйов-Пленти, бухты Изобилия. Улицы города Эджкамп скрылись под водой. Пришлось эвакуироваться, весь дом затоплен, рассказал местный житель. Мы не знаем, насколько плохо все будет дальше. Жена позвонила в панике, попросила, чтобы я срочно ехал домой. Босс сказал, смотри, город сейчас закроют. Я перебрался по мосту, а дальше ребята на лодках подвезли. Множество дорог в регионе затоплены или перекрыты оползнями. Спасатели пытаются помочь жителям. Многие еще остаются в домах, мы стараемся добраться до них, рассказал пожарный. Местные жители несут нам свое оборудование, они очень помогают. Ливни, вызванные остатками циклона Дебби, продолжаются на севере Новой Зеландии уже несколько дней. В отдельных районах за двое суток выпала месячная норма осадков. Четырех редких белых тигрят показали в зоопарке в Польше. Подобные животные сами по себе редкость. Во всем мире их осталось не больше двухсот. А рождение сразу четверых детенышей и вовсе уникальная ситуация. Мы счастливы, что тигрята родились здесь и что их четыре. Нигде в мире подобного не случалось. Таких тигров осталось крайне мало. В дикой природе вообще нет, а у нас в зоопарке их 17. Так что здесь фактически едва ли не седьмая часть всей популяции. В минувшем сентябре в зоопарке родились три белых тигренка и четыре львенка. Того же цвета. Необычный окрас шкуры появляется благодаря рецессивному гену. Эти животные не альбиносы. Сохранение этих кошек в неволе требует сложного скрещивания, что вызывает протесты зоозащитников. Многие детеныши рождаются с генетическими дефектами, например, косоглазием и слабым иммунитетом. Взвешивание и измерение животных – ежегодный ритуал в любом питомнике. Австралийский парк рептилий опубликовал кадры, на которых сотрудники оценивают, как подросла их любимица – 10-летняя самка сетчатого питона по кличке «Монстр». Змея свое прозвище оправдывает. Поднять ее смотрители смогли только в пятером. Длина монстра превышает 5 метров. Весит она 53 килограмма. Сетчатые питоны могут жить в неволе до 30 лет и вырастать до 10 метров. Эти неядовитые змеи считаются самыми длинными в мире. Их ареал обитания – Южная и Юго-Восточная Азия. Питаются питоны различными позвоночными – обезьянами, мелкими копытными и грызунами. Но крупные особи иногда могут проглотить и человека. Субтитры создавал DimaTorzok